Уважаемые коллеги, дорогие друзья, всем здравствуйте, всех приветствую сегодня. Знаете, у нас традиционное развитие управления. Я сегодня хотел начать немного внепланово. Все знаете, что вчера у нас из жизни ушел Николай Васев, это старший вице-призед Сбербанка. Поэтому я хотел бы вначале буквально несколько слов сказать о его вкладе в развитие рынка недвижимости России. Какой это был человек, потому что на самом деле сложно переоценить его вклад вообще в то, что он сделал с рынком недвижимости. И хотел бы несколько слов сказать, так как, во-первых, я его очень хорошо знал. Я не скажу, что мы прям были близкие друзья, но точно мы были очень хорошие товарищи. У нас были прекрасные отношения, мы с ним много ездили вместе на стажировки. И постоянно встречи проводили на протяжении почти 10 лет. Во-первых, он создал уникальную систему, которой не было в мире, когда ипотечная функция банка развивалась не просто как выдача ипотеки, а сразу же в трех направлениях. Это и сопровождение сделки, и полноценная витрина, и полноценный онлайн брокеридж. Он ушел очень далеко, поверьте на слово. Когда мы с ним разговаривали, когда он только рассказывал, как все это будет, откровенно скажу, верилось с трудом, что все получится. Но вот на сегодня прошло 10 лет, и все это реализовано. То есть на сегодня все, я думаю, многие знают, насколько хвалят скорость работы Сбера. То есть насколько это фантастически быстро, удобно. Мы все видим, что построился по сути целая витрина недвижимости Домклик, которая тоже не имеет аналогов в мире, привязки к банковскому контенту, я имею в виду. И делает все это очень качественно. Если бы, я считаю, Домклик не был выведен на рынок, у нас бы давно была другая история. По сути, монополия возникла бы среди агрегаторов. А так все нормально. В этом большая заслуга Васева, просто там огромная. И он сделал полноценный онлайн-брокер. Когда банк на сегодня в Сбере очень удобно получать ипотеку, даже без помощи агентств, напрямую. Он очень много делал для развития и прямых каналов, тоже получения ипотеки. На мой взгляд, преуспел в этом совершенно точно. И мы видим, что здесь у нас без всяких сомнений есть у него чему поучиться. Далее, отдельно я отмечу полноценную работу партнерства с другими агентствами. То есть до этого агентства, застройщики не воспринимали часть работы. Васев это все поменял. На сегодня реализованы дополнительные сервисы работой с агентствами, с банками. Это все очень быстро. Поверьте мне, на слово есть чем сравнить. Нигде в мире такого нет, я ответственно заявляю. То есть это очень уникально. Далее, отдельно хотел сказать, что он сильно трансформировал и само государство. Та электронная регистрация, которая сделана, это исключительно его заслуга. Сколько он там с Росреестром времени потратил, с государством в целом, по изменению законодательной части, по трансформированию услуг. В результате мы сейчас все видим, насколько это комфортно, быстро. Он очень сильно по скоростям, был таким требовательным скоростям в работе. Потому что сейчас все знаем, одобрение ипотеки проходит 4-6 минут. Сейчас электронная регистрация, вопрос нескольких часов. Тоже нигде в мире такого нет, если откровенно. Все автоматизировано, все сделано. Поэтому в это тоже невозможно переоценить этот вклад. Я бы отдельно посмотрел еще, что и отметил Николая, как он трансформировал сам продукт. Он же не только за домклик отвечал, он там отвечал за весь ипотечный продукт. Он стал удобный, понятный, быстрый. Очень много убралось формальности ненужных. Я думаю, все риэлторы оценили, что ипотека стала совершенно другого качества. Стала быстро, просто, без особой волокиты. Это тоже очень важно. В этом плане, на мой взгляд, роль развития такого рынка недвижимости, качество этой ипотеки, оно тоже огромное. Он объединял вокруг себя банки. Потому что со всеми, я вчера пообщался, тоже с крупными партнерами, да, они все в шоке, конечно, и говорят, что, слушайте, ну ведь он реально такой центр создал, новую практику создал, был очень лоялен, со всеми общался, одновременно конкурировал, но и создавал такое сообщество ипотечной жизни. Был весомым участником. Вот это все очень важно. Отдельно я хотел бы отметить его личностные качества. Вы знаете, что, если честно, то по большому счету, вот он при всей своей должности, к должностях, которые занимал, он был очень дружелюбным, с юмором парнем, да, что называется. Ну, просто вот не передай словами, насколько он в личном общении был комфортен. Никакой злости не было у человека. Очень добрый человек, знаете, всегда все понимал. Вот, никогда при всей, я хотел отдельно это подчеркнуть, при всей мощи Сбера никогда в жизни не было никаких шантажей, грубо говоря, да. Все было очень по-партнерски. Это же не только нас касается, это всего рынка. Вот, поэтому, благодаря именно таким людям, на мой взгляд, и меняется в целом экономика России. Она выходит на какой-то другой уровень, когда им дают реальные полномочия и развитие. Вот, вы знаете, мы даже с Николаем там пару раз в США вместе ездили на обмен опытом. И то, как он вот быстро схватывал информацию, ее потом переводил в реальность. То есть он же не только, он тоже весь мир объездил, да, в плане вот этого новаторства. И поэтому был такой, знаете, жажда у него была до новых знаний, новых технологий, все это он внедрял, ему было интересно. Иногда мог, знаете, скинуть, написать там, вот смотри, что есть там и так далее, да. То есть вот так вот. Отдельно, знаете, говоря, что человек определяется по обратной связи, в работе, в виду, среди коллег. Она была очень положительная. Я вот со всеми, где городами ездил, всегда говорю, слушайте, Новосев у нас очень крутой. Вот, очень крутой. Но и внутри старался людям как можно лучше делать, да, чтобы они там развивались, смотрели. Поэтому его наследие, на мой взгляд, Домклик, я считаю, имею полное право называть, что это его личное наследие, не только Сбера. Уверен, что всем до многих десятилетий будет еще служить. Уже задала новые тренды. Потому что посмотрите сами, то есть на сегодня банкинг активно вошел в сферу недвижимости, да, в плане расчетов, вот, в плане каких-то доп. сервисов. При этом сохранил уникальную экосистему, где признает всех партнеров. То есть вот нашел вот эту грань очень тонкую. И зарабатывание денег, развитие сервиса и внимания к партнерам. Понимаете, не каждый бы так смог в этой сложной ситуации. Вот, поэтому отдельно я хотел выразить соболезнования о его супруге, детям. Вот, это, ну, на мой взгляд, это вот, прежде всего, для них утрата. Наверное, пройдет время, мы только тогда сможем оценить весь масштаб потерь. Потом он, вот, где-то в прошлом году, год назад, примерно, перешел должность старшего вице-президента. Мы с ним тоже коммуницировали. Вот, тоже очень хорошо, поверьте на слово, работал. Просто, я думаю, в сфере недвижимости это уже не так видно было. Сохранял кураторство и над проектом Думклик. Вот, поэтому одним словом хотел еще раз сказать очень добрые слова о Николае Андреевичу Васеве. Вот, сказать, что большая потеря, я лично был просто шокирован, да, когда узнал об этом. Вот, преклоняясь перед его заслугами как профессионала, как гражданина, как человека, мы все всегда будем над его уравняться. К сожалению, смерть такое дело, что уже ничего не сказать, все это уже останется в истории. Вот, но я считаю, мы все помним, поэтому мы должны как минимум побольше рассказать о том, сколько сделал человек, каким он был. Вот, и это, наверное, вот то единственное, и хранить в памяти, да, и всегда помнить человека. Вот, поэтому вся компания, это же вся сеть, я уверен, все риэлторы присоединяются к соболезнованиям. Также высоко оценивают его работу, потому что, знаете, всегда за любыми большими процессами стоит какая-то личность. Вот, это как раз тот пример сегодня. К сожалению, все так устроено, что о человеке вспоминаем только когда его не стало, по-серьезному о его заслугах, да, наверное, такая вот, наверное, это больше связано с таким, знаете, верой, что все-таки когда человек живет, он еще большее сделает. А когда ты понимаешь, что вот это уже, ну, точка, да, дальше, которая уже по большому счету пустота, наверное, всегда время оценить человека, понять его путь, понять, сколько он сделал. И, наверное, именно сейчас вот такой период настал. Поэтому, коллеги, мои соболезнования, будем, естественно, продолжать работу активно со Сбербанком, вот, но Николая уже не вернуть.